этот осциллограф мне подарил слава чистов в сентябре 2018 года состояние как новый только не рабочий транспортировочный ящик полный комплект зим нулевой пробег ламп разве что не включается и не пашет в прошлом обзоре я показал его внутренности попытался включить и на этом обзор был закончен я даже в подвал не заглянул некоторые личности меня все два года пытали вопросом артем ну когда же осциллограф наконец-то я созрел до того чтобы его установить и вот он находится на ремонтном столе а это ну походу дани крастер все-таки накастовал себе бороду только что-то видать перепутал в заклинаниях у меня вообще все обнулилось я конечно категорически против такого обнуления но как будто мое мнение кто-то спрашивал осциллограф с 1 54 один из наиболее известных осциллографов выпускавшихся в вильнюсским заводом радиоизмерительных приборов который начиная с 1957 года разработал и выпустил более 100 различных типов осциллографов включая первый советский осциллограф с 1 1 а также известные с и 1 с 1 94 и многие другие 1925 году предприимчивые польские инженеры см или хирш волесы а также нахман левин создали в вильнюсе радиотехническое товарищество электрит и занимались импортом и продажи радиодеталей в 1927 году компания получает разрешение на строительство завода по производству радиоприемников и в том же году получает золотые медали на выставках в париже и флоренции за свой радиоприемник с 1937 года приемники электрит экспортировались в индию бразилию латвию ссср турцию грецию и южную африку на военное время завод был эвакуирован в минск где был создан радиозавод имени молотова позднее минский приборостроительный завод имени ленина сразу после освобождения вильнюса летом сорок четвертого производство на заводе электрит восстановилась началось формирование производства радиоизмерительной аппаратуры предприятие получило название союзный государственный завод 555 в народе пятерки созданная на его площадях в конце сороковых годов центральная заводская лаборатория внесла заметный вклад в развитие осциллографии первым ее руководителем был сергей николаевич макеев в 1948 году им был создан первый отечественный осциллограф эо-7 или с 1 1 им же в 1962 году был разработан импульсный осциллограф с 1 20 который позднее был существенно модифицирован из 70-го года стала выпускаться под названием в с 1 54 история не и три пятерки подробно описано в книге люди годы осциллографы ссылка на материалы есть в описании под видео ну и раз вы туда пошли не забудьте подписаться на этот канал а также на лайв канал на хабре вконтакте twitter и telegram instagram нажать на колокольчик обязательно и поделиться этим роликом с друзьями прошлый раз когда мы его обозревали и пытались включить мы обнаружили в нем следы неквалифицированных ремонтных работ сегодня нам предстоит это исправить ну а также восстановить его полную работоспособность хватит болтать давайте вскрывать и разбираться что к чему ну да вот они эти следы неквалифицированных ремонтных работ во первых мы можем обратить внимание что здесь присутствует транзистор кт-361 хотя здесь его быть не должно плюс еще есть какие-то странные такие провода непонятного назначения чего они тут делают непонятно во вторых здесь видны клипсы под транзисторы их тут две штуки трассы 2 согласно прилагаемой схеме исследуемый сигнал подается через входной делитель на сетку лампы l1 сигнал санода этой лампы уходит на схему синхронизации которая нам пока не интересно а сигнал с катода этой лампы через линию задержки lz1 вот ее схема там куча индуктивности и конденсаторов подается на предварительный усилитель входной фазоинверсный каскад которого построен на транзисторах pp1 и pp2 здесь должны стоять транзисторы 1t308 в они кт-361 поэтому мы должны восстановить эту схему входного каскада ну и дальше исследовать исправность и остальной схема осциллографа транзисторы я нашел это именно 1t308 в мы их установим на родные места база транзистора подключена к резистором r389 и конденсатору c62 на 001 микрофарад но почему-то здесь я вижу конденсатор 005 здесь конденсатор 005 возможно здесь пайк неродная а ну вот c62 на 001 микрофарада это я вижу значит это какой c62 это вот как раз транзистор p1 восстановили оригинальную схему брали отсюда 361 куски мгтф а поставили на свои места 1t308 в как положено с кембриками все дела эти вот синие кембрики это у нас эмиттер и соответственно они друг другу направлены база и по центру коллектора расположение конденсаторов очень интересное так видимо и задумано одна точка крепится сюда 2 сюда и два противофазных сигнала подаются на усилители y это не линии задержки это индуктивности в анодных цепях ламп l2 и l3 дальше у нас идут лампа 6 n23p и 4 лампы 6 e5p 1 2 3 4 на этих четырех лампах сделан выходной каскад по 2 лампы на каждую сторону вот это очень интересная перемычка и и отпаял с одной стороны возможно я потом пойму ее сакральный смысл она соединяет выводы 49 лампа 6 5p если посмотреть на схему то это выводы катод и экран они соединены внутри лампы если мы попробуем прозвонить выводы 49 здесь и здесь они будут звонится сейчас я пожалуй совсем уберу ну а потом посмотрим конденсаторы мы все проверили все конденсаторы в принципе соответствует заявленным характеристикам поэтому вот этот шараш монтаж мы тоже убираем вот этот маленький конденсатор возвращаем цепь сюда неплохо будет еще проверить вот эти бумажные конденсаторы потому что если вот эти мбм ки они герметичны то вот эти ни разу не герметичные вполне могли насосать влаги у них возможно большие токи утечки несмотря на нормальную заявленную емкость их я думаю в любом случае надо будет поменять на герметичные более-менее новые но электролиты мы трогать не будем был ли осциллограф с 154 клоном зарубежного осциллографа нет не был это уникальная разработка до 40-х годов компании титроникс являлась мировым лидером по разработке самых супер современных осциллографов и разумеется на вильнюсском заводе об этой компании прекрасно знали до в 60-е годы отечественные осциллографы переняли стиль осциллографов титроникс но у 90 процентов осциллографов вся внутренняя схемотехника была полностью оригинальной в оставшиеся 10 процентов входят те осциллографы у которых есть вполне явный прототип но это не полная копия а все-таки существенно переработанной и в чем-то даже улучшенный экземпляр например у широкополосного 100 меме например у широкополосного 100 мегагерцового осциллографа с 131 1964 года прототипом является титроникс 585 а у осциллографа с 164 тектроникс 453 думаю вы заметили вот этого красавца на заднем плане это ламповый венгерский осциллограф тр 4401 вот он является клоном осциллографа тектроникс 541 а наиболее поздние и модификации я сравнивал схему и она почти один в один с оригиналом на титрониксе разумеется здесь стоят западноевропейские лампы некоторые ручки немножко поехали но например схема техника сменных блоков один в один с тектрониксом кстати я наконец-то создал сайт decatron pc.com где я смогу наконец-то нормально выкладывать и каталогизировать всю имеющуюся у меня информацию о тех приборов которые у меня есть ссылочка на вики есть в описании под видео я пока планирую добавлять как минимум по две статьи в сутки тем самым постепенно наполняя сайт материалом если у вас есть к этому интерес можете присоединяться и помочь мне в этом на страничке этого осциллографа есть список всех используемых в нем ламп к сожалению не на все лампы я подобрал аналоги более того не все аналоги есть у меня в наличии поэтому если вам известно что-то о тех аналогах которые я не смог найти либо у вас есть лампы для его укомплектации дайте мне об этом знать у прибора как минимум нет половины ламп другая половина неизвестного состояния но с другой стороны внутри он практически идеален поэтому поставим у него свежие лампы поменяем электролиты и думаю он заведется традиционное спасибо всем тем кто поддерживает меня на ю тубе патреоне материально или натурально различными вкусными железками все ссылочки есть в описании под видео отдельное спасибо алексею е за пол тысячи различных пальчиковых радиоламп а также некоторое количество пассивной рассыпухи теперь у меня точно достаточное количество радиоламп для сборки компьютера ну конечно же спасибо всем вам мои дорогие подписчики за то что делитесь моими видео с друзьями ну и самое главное бугуртите в комментах ведь чем более обсуждаемое видео тем активнее она предлагается тем кто он у меня еще не подписан неплохо помнится мне крышку корпуса мы с вами в прошлый раз не скрывали вот здесь обратите внимание что рядом стоящий конденсатор в цепи умножителя выглядит нормальным мы обязательно к нему вернемся через несколько минут а надо бы было так я вот вижу горелый резистор который порвало в клочья он под замену понятное дело сейчас только поймем где он находится и почему он мог сгореть кстати предохранитель номер один на пол ампера выгорел предохранитель 1 вот он он у нас как раз обеспечивает анодные напряжение вот наша ролюшка который раз два три включает то есть она подает анодные на электрон лучевую трубку это явно схема умножителя предохранителем конечно сейчас найдем поставим на 0 5 ампер любом случае превышать мы это значение не будем и надо понять какой у нас резистор выгорел и почему юмор тут конечно в следующем вот этот резистор он с одной стороны подключается к некому проводу номер 838 который судя по всему уходит в трансформатор это какая-то какая-то из обмоток попробуем позвонить а второй конец провода подключается к среднему пиптику панельки но при этом на корпус он не звонится отсюда выходит провод оранжевый и идет куда-то дальше рядышком тут конечно номер r347 r347 вот он на 47 килоом а с одной стороны он подключен как раз к трансформатору с другой стороны на видимо вот этот оранжевый провод как раз идет на вывод 7 релюшки но припаялся по крайней мере это значит что мы с этим закончили прозвоним электролиты правда нам еще нужна какая-то схема где какой потому что без этого будет крайне проблематично понимать сколько корректные результаты c 227 он должен быть на 50 микрофарад если их целых 107 но тут два конденсатора в параллель вот они два по 50 то есть норма дальше идет c 221 он тут один на 20 микрофарад принципе норма хорошо поскольку все электролиты я проверил прибором и они были в номиналах то я их менять не стал если бы они высохли то и емкость бы их упала ну а поскольку емкость номиналах оставим все как есть несмотря на то что я закупил полный комплект электролитов для этого осциллографа так крылешка сработала мне у нас появился луч так по вертикали не работает по горизонтали работает это уже хорошо конечно по экрану очень все узко мне это не нравится но что делать так калибратор о кстати что то есть что то у нас даже есть то есть она даже как-то пашет это уже хорошо столько разберусь много ручек так синхронизация а а этот как раз от калибратора ну что ж это уже успех а яркость фокус работает так он куда-то опять убежал все крадык уже дома я передернул все лампы на предмет окислоконтактов и знаете что они там были как новые все лампы все панельки были абсолютно новые несмотря на отдельные следы влаги явно присутствующих приборе но в любом случае после этого ослик запустился и все-таки показал нам какую-то картинку rogenка жители и 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 Продолжение следует... Неплохой такой меандр. Тут у меня подыхает батарейка в камере, и в кадр не попал тот момент, когда внутри прибора что-то зашкворчало. Аки, яичница на сковороде, и я тут же выключил прибор. Смотрите, какой прелесть нашел. Это парафин. Вытек. Из нашего конденсатора. К вопросу о том, зачем менять бумагу. И причем, вон он, резистор, который мы меняли. Конденсатор стоит рядом с ним. Раз уж мы собрались менять все бумажные конденсаторы на исправные, давайте сделаем это правильно. Мистер Карлосон говорит, что пленочные конденсаторы, в данном случае это К7311, полиэтиленфтилитановый конденсатор, необходимо подключать правильной полярностью. Эти конденсаторы представляют собой две полоски фольги, разделенные неким изоляционным материалом, в данном случае полиэтиленфтилитаном. И весь этот бутерброд сворачивается в рулончик. И получается, что один вывод подключается к обкладке, которая оказывается снаружи всего этого бочонка. И было бы неплохо, если бы мы знали, какой из выводов соответствует внешней обкладке конденсатора. И подключили его, скажем, либо к массе, либо к той части схемы, которая обладает наименьшим импедансом. Для того, чтобы все наводки внешние уходили на питание или на землю. Приведу пример методики определения полярности такого скрученного конденсатора, о котором можно узнать из одного из роликов мистера Карлсона. Подключаем конденсатор к осциллографу с помощью обычных щупов и берем его пальцами. На осциллографе мы видим синусоиду наведенную. В нашем случае амплитуда ее составляет чуть меньше одной клетки. Где-то порядка 4 милливольт амплитуда. Теперь, если мы поменяем полярность подключения местами. Мы увидим, что в нашем случае амплитуда просела. Не настолько сильно она просела, но все-таки мы видим, что амплитуда уже не 4 милливольта, а 2,5 милливольта. Это значит, что земляной конец щупа сейчас подключен к внешней обкладке. И нам неплохо бы его отметить какой-нибудь точкой. Но этот конденсатор я уже этой точкой отметил. Этот вывод нужно будет припаять к земле, либо к части схемы с низким импедансом. Давайте возьмем другой конденсатор. Побольше. Это вот 1 микрофарад на 160 вольт. Я его тоже пометил. И что-то я даже ничего не вижу. Поменяем полярность местами. Ну, я уже пометил, где тут внешняя, где внутренняя обкладка. И, о чудо, хоть амплитуда при неправильном подключении намного меньше, чем была у этого маленького конденсатора. Но все-таки при подключении щупа осциллографа к внешней обкладке мы отчетливо видим, что амплитуда сигнала существенно выше, нежели она у нас была до этого. Мистер Карлсон сделал специальную приставку. Видим, мы поменяли местами полярности. У нас практически полностью, я бы даже сказал, полностью пропали какие-то наводки. То есть этот конденсатор реально вот этим выводом надо припаять к земле. И тогда у нас существенно повысится помехоустойчивость схемы. Мы можем лазать в нее пальцами, дотрагиваться до конденсаторов. И ничего не будет происходить. Заменил я протекший конденсатор. Теперь здесь стоит пленка К73П2. Правда на 0,15 микрофарад 1000 вольт. Тот был 0,25 микрофарад. Но поскольку это умножитель на 50 Гц, это не так существенно. Старый конденсатор, кстати, показал 100 нан из 250 номинальных. То есть он, можно считать, выгорел почти полностью. Здесь стоял точно такой же. То есть 0,25 на 750. Сейчас здесь стоит тоже пленка. На 0,15 на 1000. Тот показал 350 нанофарад из 250. То есть в полтора раза больше номинала. Но так обычно показывают все бумажные кондеры, которые я выпаял. Это вот тоже конденсаторы умножителя. Правда, высоковольтную пленку оказалось найти трудновато в условиях карантина. Поэтому бумагу заменил на бумагу. Теперь здесь стоят УСК 42У на 47 нанофарад. 1600 вольт. Три штуки их тут. Но если МБМ показывали, допустим, 70-80 нан из 50 номинальных, то эти показывают ровно 47. Ну там 46-48 в таком пределе. То есть укладывается в пару процентов. Но все эти конденсаторы довольно просто поменять, поскольку выводы в принципе достаточно близко расположены и паяльникам к ним очень легко добраться. Возможно в комментариях будет некий бугурт насчет конденсаторов УСК 42У. Ну, я меняю бумагу на бумагу. Зачем? Но ОСК 42У, во-первых, герметичные. Во-вторых, на приборе они показывают номинал, в отличие от МБМ, которые кажут 50-70% сверх номинала. Ну и самое главное, в отличие от, может быть, бабахнет, или как там правильно, БМТ, может бахнуть мудила, в отличие от этих МБМок, на ОСК 42У жалоб особых нет. Поэтому в качестве высоковольтных кондеров на 1000 и на 1600 вольт я поставил их, поскольку пленку на такой номинал я, к сожалению, не нашел. А вот еще два конденсатора на 1600 вольт. У них уровень сложности, я оцениваю, 8 проктологов из 10 возможных. Потому что вот это отверстие, здесь стоит должен вентилятор. Уже пришлось немножечко подразобрать, чтобы хотя бы до них добраться. Во-вторых, выводы расположены так, что к ним очень проблематично подлезть. Не думайте, что паяльникам очень просто добраться вот до этих точек. Прямым жалом до этих точек добраться очень проблематично. Можно, но не запачкав провода рядом стоящие, это сделать проблематично. Но их я все-таки поменял. Правда, вместо 0,05 нашлись 0,1 микрофарад, они поболее. Но опять же, емкость вдвое больше несущественна для 50-герцового умножителя. Там в одном умножителе сначала 0,25 стоит, потом 0,1, потом 0,05. Поэтому несущественно. Но диаметр тут больше, поэтому вот здесь пришлось намотать немножко изоленты. Здесь, кажется, 5 или 6 слоев, чтобы обеспечить дополнительную электроизоляцию между конденсатором и корпусом. Потому что на корпусе нулевая шина. Старый, кстати, кондер тоже не имел здесь никакой изоляции. Потому что вот, например, BMT2 стоят. Они стоят на клеммах для подключения внешнего источника сигнала на пластины напрямую. А не в ПВХ изоляции. Здесь вот такого не было. Честно говоря, странно. Но их все-таки удалось поменять. К сожалению, сам процесс замены конденсаторов снимать практически невозможно. Ну, представьте, я вокруг этого прибора вот просто обтекаю. И я сам-то ничего не вижу. Я тут где-то зеркальце подкладываю, где-то там через щелочку пытаюсь увидеть, что я в правильную точку паяльником тычу. Как это снимать, я не представляю. Ламп, как видите, в панельках нет. Их пришлось все вытащить, чтобы они не мешались. Но в итоге все бумажные конденсаторы заменены. Сейчас здесь стоит пленка. Вот эти вот три конденсатора, у них уже такая серьезная сложность. Но вот там еще сверху три штуки осталось. Их вот перепаять, и можно будет опять включить осциллограф. Кстати, один из кондеров на 0,25 тоже показывал 100 NAN. То есть в три раза меньшую емкость. Соответственно, не один высоковольтный тек, а другие тоже текли. Были те, которые с воском, с торца. То есть понятно, что если бы я тот поменял и все бы было хорошо, то спустя час, два или день работы потекли бы другие конденсаторы. Поэтому меняем все. И я не записал процесс первого включения осциллографа после замены капов. Внутри опять что-то зашкварчало. Луч, правда, остался на месте, но обрел такую характерную синусоиду 50 Гц. Несколько пленок явно пробило, и они стали подтекать. Менять 160-вольтовую бумагу на 160-вольтовую пленку в цепях, где анодная 150 вольт, было не самый лучший затеял. Не надо было жадничать и сразу поставить 250 или 400 вольт. Поэтому некоторые капы я свапнул еще раз, опять включил, и там уже все стало стабильно работать. После вторичной замены пленки на пленку, фон ушел, луч стал стабилен, и ослик спокойно стал переваривать 5 МГц синус. Усилитель по X по-прежнему работал. Осталось починить блок по Y. Первым делом я прошелся по карте сопротивлений, которая есть в инструкции по эксплуатации. Между основанием и каждой из ножек ламп, ну почти каждой, должно быть строго определенное сопротивление. Так я обнаружил, что между анодом лампы L4 и корпусом сопротивление не соответствует действительности. Все произошло из-за того, что резистор 88 сгорел и вместо 2 кОм показывал в районе 200 кОм. Соответственно, лампа L4 работала не в режиме. С другой стороны, если крутить потенциометр положения луча по вертикали, то у нас ничего не происходит. При этом диоды 1, 2, 3, 4, они тут сзади, исправны. На среднем выходе потенциометра уровень меняется. Но на диодных сборках ничего не происходит. Дмитрий Коржевский, огромное ему спасибо за совет, посоветовал посмотреть уровни напряжений на газовых стабилитронах L6 и L5 на выводах номер 2. Эти газовые стабилитроны SG20G рассчитаны на 90 В стабилизации, но на точках 2 было 115 и 120 В соответственно. При этом сами стабилитроны работали, потому что на выходах 1,3 было по 15 и по 20 В соответственно. То есть они немного были подняты относительно земли. При этом через сложную цепочку резисторов средняя точка этих стабилитронов подключена к напряжению минус 150 В. То есть у нас явно что-то не так. Происходило это из-за неправильной работы лампы L4. У нее был очень высокий анодный ток, собственно почему перегревался и сгорел этот резистор. А это уже происходило в свою очередь из-за неверного режима работы предыдущих каскадов L2 и L3. На анодах этих ламп должно быть 90 В, но было 100 В. В результате на L4 подавалось существенно повышенное напряжение смещения, ток был превышен, ну и дальше по нарастающей. Отрегулировав с помощью вот этого резистора анодное напряжение, я добился работы этой ручкой. Теперь нам необходимо отбалансировать всю эту схему. Блага осциллограф прогрелся, он работает порядка 20 минут. На лампе L1 входной каскад мы его не трогаем. Дальше на транзисторах идет двухтактный каскад, двухтактный на лампах, здесь на сдвоенном триоде еще двухтактный и выходной каскад на четырех лампах. В первую очередь нам необходимо добиться, чтобы напряжения на выходе транзисторов были одинаковые. Один подключаем вот сюда, и второй подключаем вот сюда. Выставляем оба канала на одном и том же уровне и видим, что уровни напряжения на обоих каналах немножко различаются. Поэтому нам необходимо подкрутить ручку баланс для того, чтобы добиться одинакового режима работы верхнего и нижнего транзисторов. Смотрим. Расходятся и соединяем эти линии. Все, теперь оба транзистора выдают полностью одинаковые уровни постоянного напряжения. Далее мы должны обеспечить одинаковую работу ламп L2 и L3. И для этого мы подключаемся щупами вот сюда. Напомню, что в ламповых схемах присутствует высокое анодное напряжение. В данном случае 150, 300 и 450 вольт. Поэтому надо быть предельно аккуратным. Давайте 15 вольт выставим на каждом. При этом постоянная составляющая должна быть 90 вольт. Здесь мы видим, что сейчас у нас 15 вольт на клетку. Значит, 90 вольт это как раз 6 клеток. Ну, я бы сказал плюс-минус. Вот этой ручкой мы как раз регулируем уровень напряжения. И, как видим, у нас оба канала входят туда-сюда. Мы выставим 90 вольт. Последним моментом нам необходимо выставить луч по центру. Я бы сказал, что нам нужно сделать так, чтобы луч был по центру, когда по центру вот эта точка. Ну, я вижу, что настройка достаточно хорошая. Положение луча на дисплее регулируется вот этой ручкой. Я кручу вправо, луч уходит вниз, кручу влево, луч уходит вверх. Выставляем его по центру. И будем считать, что настройка усилителя по Y у нас закончена. Резистором 377 выставляется уровень напряжения в 150 вольт. Вот эта контрольная точка. Между, соответственно, корпусом и точкой. Резистором 383 выставляется уровень напряжения в минус 150 вольт. Это вот эта точка. Тоже между корпусом и контрольной точкой. Вот это частотная компенсация делителей. Делители здесь 1 к 10, 1 к 100, а также 1 к 2 и 1 к 5. За счет того, что они подключаются последовательно, у нас получается 1 к 2, 1 к 5, к 10, к 20, к 50, к 100, к 200 и 500. Для того, чтобы это дело отрегулировать, подадим на вход сигнал прямоугольной формы с генератора. Допустим, уровня в 3 вольта. Выставим его по центру. И мы, в принципе, видим, что на делителе 1 к 10 у нас все хорошо. Ничего не загибается. Давай попробуем 1 к 5 для начала. Тоже видим, что все хорошо. Но вообще, это, конечно, неправильная отвертка. Здесь нужна отвертка керамическая. Но поскольку у меня ее нет, давайте выберем 1 к 10. И я вам покажу, что мы, собственно, компенсируем. Что, сыночек, компенсируем, да? Вот смотрите, я кручу подстроечный конденсатор влево. И у меня чрезмерная компенсация происходит. То есть, концы нашего меандра уходят вверх. Это, естественно, совершенно недопустимо. Поэтому мы крутим вправо. И он у нас начинает загибаться. Причем мы можем практически соединить верх и низ. Это, естественно, тоже недопустимо. Поэтому мы выставляем делитель так, чтобы у нас получилась прямая линия. при этом отвертка будет вносить некоторые искажения. Скажем, если мы выберем следующий диапазон. Ну, я уже предварительно делал компенсацию. Диапазон у нас сейчас стоит 2 вольт на сантиметр. Это значит, что у нас задействован 1 к 10 и 1 к 2. И когда я касаюсь отверткой конденсатора, видно, что возникают помехи. И линии несколько заваливаются. Ну, с керамической отверткой такого не будет. Но в нашем случае это необходимо учитывать. Причем это происходит для обоих конденсаторов. Что для верхнего, что для нижнего. Но я считаю, что у меня хорошая компенсация. То есть предварительной компенсации было достаточно. Еще немножко наболтаем. Я уже подаю 10 вольт размаху. И сейчас стоит 5 вольт на сантиметр. Тут, кстати, надо будет еще отстроить. 5 вольт на сантиметр. Это значит 1 к 10 и 1 к 5. И когда я дотрагиваюсь, здесь не такой заметный. А, ну вот, например. На верхнем конденсаторе такого эффекта нет. А вот когда к нижнему дотрагиваюсь, у нас самовозбуждается узел. И начинаются очень сильные помехи. Ну и видно, что у нас начинает загибаться горизонтальная линия в начале. То есть это надо учитывать. Но я считаю, что компенсация нормальная. Итого у нас откомпенсировано 1 к 10, к 1 к 2, 1 к 5. Выбираем 10 вольт на сантиметр. И, в принципе, здесь все тоже хорошо. И это вот 1 к 100. Реакции никакой нет. Но точно так же видим, как это выглядит. Вот. Будем считать, что это ровная линия. И у нас с этим все хорошо. Так, 10 вольт на сантиметр. Сейчас у нас подается 20. Ага, ну вот. То есть вот это 10 вольт. Сейчас 10 вольт на сантиметр. Вот это десяточка. То есть, чтобы нам добиться такого эффекта, мы берем вот этот упор. Вот он. И откручиваем его. Теперь выставляем две клетки. Две клетки выставили. Фиксируем пальцем. Отодвигаем упор до конца. Не хочет идти до конца. Видимо, надо это выкрутить. Так. Вот. Вот теперь выставляем. Две клетки. Так мы получим калиброванное значение. Напряжение. Когда мы будем выкручивать ручку усиления на максимум. Вот. Будем считать, что это у нас две клетки. Поэтому он у нас в упоре. И закручиваем винт. Теперь, когда мы выкрутим ручку на максимум, мы будем точно знать, что у нас усиление соответствует тому, что написано. Вот, например, 5 вольт на сантиметр. И мы видим, что у нас 4 клетки. Другое дело, что сейчас частота 10 килогерц. Ну, давайте выверим 1 килогерц и посмотрим, как оно вообще выглядит. На частоте 1 килогерц у нас должна быть длительность 1 миллисекунда на сантиметр. Так, умножение 1. И мы видим, что сейчас частота 1 килогерц. И у нас один период укладывается ровно в одну клетку. Блок по X я даже настраивать дополнительно не буду. Попробуем подать 10 килогерц. Теперь нам нужно уже 100. И да, да. Еще 100 килогерц. То же самое. Период укладывается ровно в одну клетку. То есть это мне нравится. Подаем 1 мегагерц. И видим, что опять-таки у нас период... Ну, на самом деле он немножко съехал. Но я бы сказал, что это несущественно. Видно, что у нас какие-то помехи идут. Коржевский предполагает, что это могут быть возбуждения в линии задержки. Кстати, вот она линия задержки стоит. Вот в этом блочке все. И, пожалуй, это даже трогать тоже не буду. 10 мегагерц. Попробуем максимум. Синхронизация должна быть включена в режим VCH. И сейчас попробуем все-таки это настроить. 5 мегагерц у меня настраивались. Но... Так. Жалко, конечно. А вот 5. 5 мы сейчас поймаем. 5 мы... Я ловил пятерку. Вот синусоиды 5 мегагерц. Немножечко, я думаю, фокус даже поправим. Так. Астигматизм. Так. Это вот синусоида 5. А это вот уже 6. Видите, она с трудом ловится. Ну да ладно, я думаю, 5 мегагерц это хороший результат. Его можно оставить и так. Так что и так ручка уровня. Ее надо очень филигранно трогать. Ну, в принципе все. Можно считать, что все ручки работают. А блок по X... Не, он не требует настройки. Ну а на этом у меня пока все. С вновь прибывшим венграм число нерабочих осциллографов осталось у меня константной. Поэтому продолжайте в комментариях спрашивать. Артем когда осциллограф? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok